На совещании в Доме правительства сегодня подводили итоги Дня Республики. Члены правительства отметили, что все запланированные мероприятия прошли на должном уровне. Правда, некоторые интернет-издания попытались исказить информацию о празднике, разместив на своих ресурсах фразы, вырезанные из контекста. Игра в испорченный телефон, когда причудливо искажается. Первоначальный смысл сказанного стала любимой для некоторых СМИ. Происходит искажение фактов, а в речь официальных лиц Республики, которые цитируются, добавляются собственные суждения. Такой материал, например, появился после того, как 22 июня в Чувашии прошло выездное заседание Комитета Госдумы по финансовому рынку. Некоторые средства массовой информации не прошли аккредитацию и не заявились на это мероприятие. Потом начали жаловаться, что их сюда не пустили. Такие статьи, если в последующем будут появляться, мы будем считать, что это влияние на органы власти для того, чтобы добиться своего. Мы будем в рамках действующего законодательства защищаться и никому не позволим нам диктовать условия, и чтобы мы нарушали какие-то нормативные документы и регламенты, которые у нас приняты. Не так давно в соцсети появилось и искаженное выступление главы региона. Опубликовал его один из представителей православной церкви. Некоторые лица начали все это комментировать. После того, как этот представитель понял, что из-под контроля данной ситуации выходит, через интернет-издание, подчеркиваю, статью размещает на своей страничке, а извинения просит через какое-то интернет-издание. Мы считаем, такие вещи недопустимы. И нам вдвойне неприятно, что это делает представитель православной церкви. Мы в дальнейшем на это будем реагировать в рамках действующего законодательства. Напоминаем, что российское законодательство предусматривает наказание за умышленное искажение сведений о человеке с целью получения личной выгоды.